Мы сейчас с удовольствием представляем Эйка Топпинин, Павла Лотинин, Перту Кивилаксу и Мика Сиерами Все вместе, это группа Апокалиптика Добро пожаловать в Валкан Ребята расскажут о предстоящих концертах, гастролях, которые будут в 2017 году И, конечно, о выступлении, которое состоит уже завтра в рамках фестиваля Вдохновения 1 августа на ВДНХ Итак, я передаю слово, наверное, всем участникам по очереди Наверное, на чем все этот оппинин Расскажите, что будете исполнять в рамках фестиваля Вдохновения завтра Здравствуйте, друзья, добро пожаловать Мы будем поговорить немного о фестивале tomorrow Скажите немного о том, о том, о том, о том, о том, что вы будете делать tomorrow Сегодня будет очень интересным для нас Завтра дадут на вас службу, точно интересный день Очень необычный, потому что мы ничего подобного за это не делали Это будет немного импровизация Мы еще не подготовили какой-то точный сет, потому что мы хотим посмотреть место Хотим посмотреть, как это все будет выглядеть И после этого будет предметы Давайте мы дадим слово каждому участнику Расскажите свои впечатления и о Москве тоже И чего ожидаете от завтрашнего фестиваля? Всем отлично Вы можете сказать немного о том, о том, что вы ожидаете, что вы ожидаете сегодняшний шоу? Извините, я еще не могу понять, что этот сеток Осказывает мне из Стартрак-овчиншин О контроле об Северном корабле Осказывает что вы ожидаете, что это очень красиво, что в треке На этом месте. Так что это великолепный холл. И Тартас. И классный зал, если Тартас опять мужчины. Спасибо. Здравствуйте, дорогие мои. Так много ботзамов здесь. Так много кнопок. Это очень интересный. Концепция очень интересная. И когда мы слышали о том, мы были первыми думали, как это будет, как это будет, и как это будет работать. Но это действительно очень хорошая идея. Многие музыки, которые присоединяются на сцене. Мы присоединили видео когда дети читали песни. И это было очень важно. И все остальные очень рады. И это очень рады. И это очень рады. Вообще сама идея и концепция фестиваля нам кажется очень интересной. Сначала, когда нам только предложили участие, мы не совсем были уверены. Как это может выглядеть, но сейчас нам очень нравится эта идея. Концепция фестиваля, и привлечения других компетентов, которые будут с нами выступать. Мы с нетерпением ждем продолжительного дня. Если говорить о предстоящих концертах, которые мы от вас ожидаем, в 2017 году, это 23 апреля Коу-Сити-Холл, и 22 апреля в концертном зале Октябрьский. В начале вашей карьеры самые первые шаги вас обвиняли в неоригинальности и так далее. То есть то, что вы можете только перепевать, подражать. Почему решили спустя 20 лет вернуться к этому стилю, и опять исполнить любимые хиты и так далее? И так далее. В начале вашей карьеры я не хочу сказать, что многие люди сказали, что вы не имеете оригинальности, и вы пытались не оригинальности, но оригинальности. Почему вы решили вернуться к этому программу 20 лет назад? Когда мы решили, это действительно 20 лет мы начали, потому что это действительно очень хорошо веселиться, и поэтому мы решили релизировать первое, «Абонус Тракс», «Иклудинг Баттер» и «Баттер» и «Баттер». И мы думали, что это очень интересный вернуться к что мы начали, как мы начали, с опытом 20 лет с тем, и раздражаться с тем, что мы могли сделать differently и людям которые не обнаружили алкоглебоподер, которые не обиделся на первое, но с тем, что «Баттер» или «Баттер» нет возможности так, «Абонус Тракс» делать «Абонус Тракс» в том, что мы делали так что мы делаем экспериментальные шоу-концепты, где мы возвращаемся к нашим басикам. И мы делаем сцелом, 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 сцелом. И это было очень круто. Мы всегда, через 20 лет, изменяем концепты для бандов. Мы собираемся сцелом, 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 сцелом. Мы любили изменения, и мы не всегда повторяем самую рутину. И да, когда мы осознали, что уже прошло такое большое количество лет, почему бы не повторить, не вернуться к нашим истохам? Мы переупускаем их в тайбом с бонус-треками. И нам кажется, что из этого получится что-то интересное, потому что в то же время мы будем играть в тайбом с уже двадцатилетним опытом. И, наверное, это будет звучать по-другому. И в многих странах, и в России мы играли в Крок, и в Сити-Холл, и в Сити-Холл, и в Сити-Холл, и в Сити-Холл, и в Сити-Холл. Но в многих странах мы играли только в рок-лабs и метал-клабs в последние 10 лет. И мы имеем много кроссоверных зрителей, и мы также хотим привести всех этих людей, потому что мы знаем, что у нас есть фанцы в мире, классические слова, и метал-клабы. И с этим металлским концептом мы можем привести немного более, скажем, апостит, или немного классические слова, и мы можем привести его в пределы, и мы можем привести всех этих людей. в России это, наверное, не так заметно, но во многих других европейских странах наши фанаты знают нас именно как рок-группу, и ходят на наши концепты в рок-клубы, и подумали, что, исполнив эту программу, мы сможем привлечь и наших фанатов, которые знают нас как рок-группу, и которые знают нас как более классических музыкантов. То есть это будет такое выступление кросс-опер, и мы сможем привлечь и аудитории, и эти аудитории найдут в этом выступлении, чтобы интересны для них. Ваш зритель 20 лет назад, и ваш зритель слушает сегодня, это разные люди, или за вами следуют все эти 20 лет, или есть и новые, молодые поклонники, которые открывают на вас сегодня? А fan of apocalyptic, like a person who's listening to you, who was listening to you 20 years ago, and listening to you now, is it the same person? Like, did you have many young followers starting listening to you now? It's hard to tell. I think that it looks like for us, that you know, some of the people who founded us 20 years ago, they have not been following the recent ones, and then, on the other hand, we have had tons of new fans coming in during the last couple of albums, you know, with the different concepts and main covers, so it's a big mixture. Now, a little idea of this Natalia tour is kind of bringing all these people together, and you know, also to celebrate the fact that that apocalyptic was the band, really keep bringing metal and classical together in this very special form, and it's, we feel that we want to serve our fans from all times of these 20 years with this concert. It's hard to say, but it's, it's a mix of people who listen to us and listen to us as we know as a group, as we only have 20 years ago. In the same time, in the past couple of years, when we released the last two albums, we have a lot of new followers. And, again, our program, which we will be doing in the next couple of years, will be interesting and others. And our group, it's my first and foremost the group, that's united and classic music. So, we have a question about some other members from the room. I wanted to show you what you said about your audience, what is the audience, what is the audience's audience and what do you expect from the right-wing concept of this? What is your audience from the audience? What is your audience from the audience? What have you seen from the audience? Поехали. Наши вопросы, как вы думаете, о России? Какое вы думаете, о России? Какое-то отличное от других клиентов, в других странах. У них есть струбные ожидания о России за следующие свои работы? У нас тут уже было совсем 17 лет, и мы обладали 35? 35? 30 курица. 35 курица в России и Росининой аудиторией всегда хорошей для нас. В России мы выступаем около 17 лет, то есть практически с начала своего существования. И наверное, концерты 30-35 лет. И Россия с аудиторией для нас всегда особенно. У нас есть такое чувство, что у российской аудитории есть очень хорошая база понимания классической музыки, и это чувствуется на концертах. Российская аудитория всегда была очень теплая и каждый раз когда сюда приезжаю, я чувствую, что меня здесь ждут и опять будет комфортно выступать. Я думаю, что у российской аудитории есть очень хорошая база, что у нас есть очень хорошая база. в России, что люди очень фасшены, они знают, что они хотят получить, и мы очень рады, что люди чувствуют, что мы им дадим это, что они ждут. Мы можем задать вопрос, который задаем почти всем иностранным гостям, приезжающим в нашу страну. Нравятся ли вам российские девушки? И чем они отличаются, например, от финских, те, которые вам знакомы, конечно, лучше? I have to keep this question. As a foreign visitor, what do you think about Russian girls? Are there any typical, everywhere else in the world? Our neck hurts, because we were out, sitting on the terrace, walking people. It wasn't people walking by, and the neck hurts, because it turned so much. And they are so tall, I need to look at them. What I must say, the atmosphere in Moscow, at the moment, is fantastic. And we've been here for 15 years, and we've seen the change of, you know, the culture and how people are. And last time I was just amazed at how positive energy people have, and how, like, everything very positive. People have very impressive mood, and it is delightful. I'm very happy to look at this atmosphere. We've been here for more than 15 years, and we've seen the changes. And yesterday, when we were in the morning, we showed up that these positive waves of all of us are in a good mood. And it was really nice and really nice. Уважаемые коллеги, давайте переходить к вопросам, потому что, как сразу, есть ограничение по времени у группы, вынуждены будут уехать достаточно скоро, поэтому, если есть вопрос, пожалуйста, подходите к нам из микрофонных стоек и задавайте. Пожалуйста, по какой себе представляете? Добрый день, я хотела бы задать вопрос, в связи с тем, что он в Венхаму устраивает такое масштабное событие с сотней игроков на Веланчери, хотела бы задать соответствующий вопрос. В прошлом году, 14 августа, на главной площади Хельсинки, произошло событие, называющееся Ханглогитарском Тел. Им руководил Алекс Лайтл из Children of Bodom, и, соответственно, хотела бы спросить, вдохновились ли вы его опытом и тем, что он собрал 100 гитаристов со всей планеты, и почему вы решили именно в Москве это делать? Воскресенье, что вы играете на главную площадку, а не очень обычную площадку, я хочу вспомнить, что произошло в Хельсинки в августе в году. С 100 гитаристов с Тел. Возвращение на 100 гитаристов со всей планеты, это было бы все, что вам написал для вас? Почему вы выбрали Москву для того, чтобы сделать это место? И, к тому же, на самом деле, репресс и празднования в организации, в фестивале, но это не нашим идеям. Мы делали эти концерты с тем, что не с Апокалипика, но в Нью-Зиннадии, в целом, в целом, очень сильный и большой, и мы вместе вместе. Но это, что будет происходить tomorrow, мы не знаем exactly, мы будем делать это пресс-концерт репресс-концерт с другими делами. Мы будем делать это помочь. Но в основном, это больше про философию, про фестиваль. Они хотят привести людей и хотят сделать что-то специальное и необычное. И все философия фестиваль. Это за все репрессы от фестивала. Если честно, это была идея организаторов. Они нас пригласили и предложили сделать что-то подобное, что-то необычное. Мы до сих пор не знаем, как конференция будет выглядеть. Мы после пресс-концеренции едем смотреть площадку, репетировать. У нас был опыт необычного выступления с развлечением большого количества других галл-чилистов, потому что в Таблинике релл-чилистов она достаточно сильная и большая. Посмотрим, посмотрим, что будет. в рамках пресс-концеренции в рамках пресс-концеренции потому что после у них будет возможность задать вопрос. Давайте в рамках, пожалуйста. Добрый день. У меня такой вопрос. С годами ваша техника игры на виол-чили менялась, и думаете ли вы о том, чтобы основать собственную школу игры на виол-чили? Спасибо. Техника игре на виол-чили изменилась для вас в течение лета. Ты считаешь, что вы считаете игре на виол-чиле игре на виол-чиле? Или что-то так? Да. Да. У нас было несколько раз обсуждение о том, что у нас есть в школе, и даже в муку, или в муку, или в муку, или в муку, или в муку. Но мы не можем понять, но мы не можем и работать это, если мы могли сделать это, то это было очень хорошо. И мы не можем играть это и все на самом деле в мире. И у нас есть целый игрок и финансирование , и рик и и но мы говорим о том, но для если это не правый момент для этого не нет он дорогим для будущих велончелистов. Но вообще такая идея витала в воздухе но пока еще мы не пытались осуществить. не все пожалуйста вы выбрали другим игроком? нет нет я не знаю даже что но это всегда невероятно идти кандидатам и мы абсолютно не возможно не у нас не было времени это достаточно трудоемкий временезатратный процесс но вот поедем позволь спасибо большое пожалуйста здравствуйте у меня вопрос короткий завтра помимо вас на этом фестивале будут еще покупать такие дозы как вы не рассматриваете их как последующего творчества самих песен я думаю мы будем работать с тем что мы песни или с мы будем что мы думаем что они думают что должны слышать что они думают додаться если немного продолжить вопрос коллеги вы известные экспериментаторы и не боитесь экспериментов если можете приоткрыть некий некий завес эксперимент нам откроется какой-то сюрприз в будущем какие эксперименты еще с кем планируете сотрудничать какие экспериментальные программы планируете показать на эксперимент эксперименталь по музыку если это не то Подписывайтесь на наш канал, что вы планируете следующий год? Вы планируете какие-то новые коллаборации или что-то подобное? В следующий год мы турнируем на Бест Metallica концерт, всего лишь всего года, потому что мы начали в Европе в феврале, а потом в феврале в феврале, в феврале в феврале, в феврале в феврале, и в Европе, а также в Америке, и в Америке, и в Америке. Но для этого мы планируем работать на новое видео, но в целом конценте находится на письме. Мы не начали ввести новое видео, это очень трудно сказать. Когда мы делаем albums, мы всегда не планируем то, как лет назад, и так далее. У нас больше нужно было прорегировать тем, что мы все где-то пытаемся расслабить в полное overtрение и образующей статус и в фильме так, что мы効ны и серьезно для того, чтобы мы обязательно оставляем по стандартам по имени это для обычной подшипной полосы и подняться по искренне или еще одно. Но если ты покупаешься, Мы будем в Туре как раз с альбомом по звучанию 20-летию «Хайдер» и «Метальку». Что касается нового альбома, мы планируем писать новую музыку как раз во время тура. У нас еще нет какого-то конкретного плана, как это будет звучать, как это выглядит. И вообще мы не из тех, кто планирует звучание альбома за годы до его выхода. Именно поэтому все наши альбомы отражают свое время, потому что они пишутся, мы разобрались и пишем это прямо перед их релизом, мы не планируем писать заранее. Одна из главных причин, почему мы проживем 20-летний год, потому что мы всегда хотели быть флексиологами, поменять концепт немного, мы поменяли в части, мы имеем разные песни, мы имеем инструментальную музыку, мы делаем все с оркестурой, мы делаем все проектины в Европе, мы делаем проект в Европе несколько лет назад. И я думаю, что это причина для нас, для нашего инжинга, для того, чтобы мы продолжаем так долго. И это причина для будущего, что мы всегда говорим о том, что мы всегда говорим о том, что мы делаем музыку, это комбинация для разных музыкций, классический музык, метал-мюсик, и даже поп-мюсик. И на этом самому, и каждый раз мы решили, что мы сценили, это комбинация для разных музыкций, и мы думали, что это такое, что это такое нужно иметь, что это нужно иметь, для того, чтобы создать музыку, и сделать музыку, Это причина, мы делаем «дром». и только музыка приходит из музыки, тогда это чувствует право. Поэтому это очень важно, сказать, что есть музыка, как это действительно будет. И это одна из причин, почему мы делаем вот этот тур, посвященный вот этой альбома первого. Потому что все эти годы мы не боялись их перимитировать, и именно поэтому мы сейчас до сих пор играем, и до сих пор имеем с той альбом. But whatever is for me, it's gonna be something better than ever. But whatever is for me, it's gonna be something better than ever. Have you ever collaborated with any of Russian rock, or like not necessarily rock musicians, or do you have any plans for each year? Or like, do you know any of that? We did what was coming. We did with Peter on their song. Time to time they're really talking, like doing the cold tour, you know, with some bands. But for some reason it never happened so far. It's very important in the future. Actually, I was asked about this collaboration with Russian musicians. As a classical musicians, we've been collaborating with Russian musicians with different Russian masters, and we played together with Alexander Rudin, who is a professor here in Moscow. So, in the classical world, we've been involved a lot. I even played in orchestra, and Rostrom was always played as a soloist, and I was a kid. That was fun. We've been working with classical musicians. We've done a lot of masterclasses, and rock-tops together. If I really didn't understand, I played in two orchestras, which I played in the orchestra, which I played with Rostrom, which I played with classical musicians. but we've been working with them. Thank you. My name is Maria. I'm a project RockCult. I have a question. Many guitarists think that guitarists associate the instrument with a guitar with a woman. What is your relationship with your music instruments? Do you have any fun stories? Or, yeah, anything unusual? I've had a song. Yeah, we read our instruments like we do. 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 Maybe not keep-cop. Maybe not keep-cop. Maybe not keep-cop. Have you changed many of your cellos during your life? Sorry. Have you changed many of your cellos during your life? I could not have something as we do. Yeah. Yeah. In the past, we've wrote five minutes cellos. We've listened to them too many. I haven't had my cellos for ten years. Yeah, that's probably been five years. Maybe something like that. Yeah. Yeah. When we were young, you know, that's the same thing. That we were too excited. Like with girls, you know. When you're young, you're too excited and then you mess it up. That's why we did a challenging program on stage. Because we were young and too excited. But always we're getting older than you. Yeah. When we were younger, we were very often changing my cellos. Because we only started playing and everything was so interesting. It will be so interesting. Папа говорит, что в своей велончели уже последние десять лет, а их последние пять. В последние. Есть еще вопросы? Вы придумали? Нет, 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 нет. Давайте. Ну, раз попередошел вопрос с Антономной, где вы будете, ну, пусть вы проиграете все классическое произведение, если вы будете как-то с одной, с кем-то, с другой, как-то. Вы записывали альбом, полностью посвященный творчеству Вагнера. И скажите, пожалуйста, как сильно на вас повлиял этот Вагнер, именно становление вашего музыкального курса? Вы имеете ввиду структурса и творчества. И, как вы, как велончелисты, когда-нибудь пробовали играть на таком инструменте, как уктабас. Кантабас? О, уктабас. О, ок. Ок, ок, ок. Ок. So, you had an album dedicated to Wagnan music. What kind of influence you had on your music? Yeah, on your… Pick ceс first? I'll get back to that. В общем, в основном, Парнар не может быть большим влиянием в классическом музыке, но в основном, в основном, в композиции. Я думаю, что наш искренность приходит в русский музык. Моя любимая школа, в школе композиции, и вы можете видеть это влияние в музыку. Но это очень интересно делать этот процесс, потому что он был очень важным персонажем. Он был очень странный, очень привычный, но его музыка была очень уникальной, и это очень интересно комбинить оригинальные композиции и мелкие и мелкие композиции. И это очень трудно, потому что его музыка, в любом случае, это перефект, технически и эмоционально, это перефект в своем мире. И даже риск, чтобы в него попасть в него, и, понимаете, менять свои композиции и их вместе с новым композициями. Но я думаю, что вы можете видеть это очень хорошо. Это был, правда, очень интересный проект, потому что в целом банк был явно у нас, но вообще было интересно сделать, потому что он очень необычная, неординарная личность, и с исторической точки зрения его личной жизни, и с точки зрения его музыки, она идеальна и с точки зрения композиционной, и эмоциональной, и это добавляло какого-то интереса к этому альбому, потому что сложно работать с материалом, когда он уже идеальный. А на мой любимый композитор, который больше всего на меня повлиял, это Шостаковик. А, have you ever get a chance to play octobass? I'm not sure... Not an octobass, but an octobass. So, he's giving an effect? Some box? Or the instrument? The instrument. This is a very large... a cotobass. Yes, I know. It's a two-man plate, and it is the favorite instrument of Warner. We never have... We've never seen live in such an instrument. We know that it exists, but maybe it's like a monster of Loch Ness, or something that doesn't really exist, and people are just talking about it. I have... I have an effect pedal called octobass. I have an octobass. It is not a say in the ship. I have an octobass. It doesn't even bother to make a sound to you. I know. I have an octobass. I know. I have an octobass. Поехали. Это было прекрасно. Было здорово. Это было интересно. Петру был главный компонсер. Но это было очень интересно. В какой-то момент мы не знали, как большая вещь будет. И как мы – И в проекте – очень много времени, и очень очень веселим. И в классической жизни всём происходит очень долго. И вдруг в прошлом году они horizontalmente изменились. И все новенькое-земенное изменение. И года с дюймом乾燥. и затем опускаются только дальше. Петру был очень стимулирован. Мы получили время на это, который мы получили. И когда они провели классный реарсал в операх, мы были в Японии. На том, что мы взяли в тура, у нас есть много друзей, мы играли в операх, и какие-то коллеры, и наши друзья, мы тоже посадили в реарсале. Мы в Японии, и у нас есть сотни людей работая на нашу композицию. Это было очень круто. Я думаю, что все эти гравмансы были в том, как я видел их там. Я видел их несколько раз в августе. Но это было круто. Это был очень интересный процесс для Аберта. Как обычно происходит в классическом музыкальном мире, все донируется сильно заранее. На ходе вперед, в рок-мире наоборот все очень быстро и все очень изменчиво. Но это было достаточно сложно планировать время, потому что это тоже время затратный процесс. И Аберта, наверное, видел все исполнения этой оперы. Мы тоже пару раз были. Это очень большая вещь и картинки. Я думаю, что мы всегда любим делать вещи, как Апополитика. Мы делаем композиции для разных позиций. Поэтому мы делаем музыку для игры, и для документов, и фильмов, и другие, и очень разные вещи. Потому что это композиция для игроков, чем Апополитика. И мы делаем музыку для каких-то необычных сценариев, для видеоигр, для театров. и работать как композиторы. Мы никогда не знаем, к чему этот результат приведет, но от этого, наоборот, только интереснее. И каждое такое предложение или каждая такая идея – это для нас такой вызов для самих себя. А можно еще узнать о предстоящем туре, в котором в следующем году приедете в Россию в апреле? Что конкретно хотят узнать? А что это будет? Что это будет за программа? И будет ли она только музыкальная с виолончелием, или будет ли это с вокалистом, как в других странах и городах сейчас происходит? Ну, че ты сможешь делать это на допросе? А я думаю, что вы пополисты в твоей туре, или это будет только челос? Да, это будет только челос. И мы с днем с модерн, что-то, что-то, мы будем делать это музыкальный концерт, но это будет вполне челос. Это будет и октябр. И это абсолютно инструментальный тур. Мы не с велачами имя как актабарты. Но концерт в основном, мы играли Антеро, который играл первые песни, он играл первые песни. Он тоже придет. И мы играли первые песни, из декана до эм. Это первые песни, вторые песни. Мы делаем новую версию металлической песни, и мы также делаем много металлической песни, как бонус трек или битсайз, но это не только инструмент. Это не только новое, мы не играли много инструмент. Мы не играли с тем, а сегодня мы всегда делали инструмент. except if the singer has to stick them with the instrumentation. But that's also something different for us. It's going to be exciting. Thank you very much, especially for answering all the questions. Look at me! Look at me! Look at me! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Спасибо. 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 Спасибо.